ПЕСНЯ Здравствуйте, друзья. Тут такое дело. Получается, я как человек, беззаконопослушный гражданин, ответственный гражданин своей страны, который осознал свое действительное гражданство и, как говорят юристы, вышло состояние добросовестного заблуждения, должен сделать и следующий шаг. Я написал обращение в избирательную комиссию Российской Федерации. Вот это обращение. Хочу обосновать вам свои выводы и показать законы, на основании которых я был вынужден сделать такие выводы. Спасибо. Дело в том, что ни у кого из нас, кто состоял гражданство СССР на дату 14 ноября 2002 года, нет гражданства Российской Федерации. У нас, кто это знает, не знает, считает неправильным, ну или просто не согласен, есть настоящее гражданство СССР, а в Российской Федерации наш статус определен как беженцы или мигранты, в лучшем случае. Для этого можно достаточно изучить собственный документ, выданный нам миграционной службой РФ под названием «Паспорт». Предлагаю разобраться со своим гражданством. Вот законы Российской Федерации, на основании которых я был вынужден сделать такие выводы. О своем настоящем гражданстве я узнал, когда мне в интернете случайно попался вот этот вот закон ФЗ-182 от 2012 года, который вносил поправки в закон о гражданстве Российской Федерации. И все бы ничего, и читать бы его не стал. Но мне попалось одно интересное примечание. Вот обратите внимание, есть определенная категория лиц, которые обязаны выехать из Российской Федерации. А в случае неисполнения, эти лица подлежат депортации. Этот пункт показался интересным. Вот сам закон о гражданстве. Во-первых, сам закон о гражданстве появился в 2002 году. То есть, даже определения гражданства Российской Федерации до этой даты не существовало. Вообще. Никто не мог стать гражданином Российской Федерации. Их не было до этой даты. Ну и то ладно. В самом законе говорится, кто признается гражданином Российской Федерации. А главное, после чего он признается гражданином РФ. Так вот, гражданство приобретается на основании волеизъявления о приеме в гражданство. А в статье 41.4 говорится, что волеизъявление должно быть в письменном виде, на бланке установленной формы, подано лично человеком, чего никто из нас не делал. И главное, что у нас даже возможности приобрести гражданство Российской Федерации нет. Потому что в статье 41.2, в пункте 4, который говорит о том, какое лицо не признается гражданином Российской Федерации, под литерой Г, значится вот эта вот фраза. То есть, у нас статуса гражданина Российской Федерации нет, не было и не может быть. А теперь обратите внимание на вот это примечание. Дело в том, что федеральный закон о внесении изменений пролонгировал вот этот пункт закона о гражданстве, в котором говорится о принудительной депортации лиц, не определивших свой статус гражданства Российской Федерации с 1 марта 2017 года. И вот только этим числом, вот 19, 12, 16, Госдума перенесла исполнение этого закона до 1 января 2020 года. А закон этот касается нас всех. Чтобы подтвердить такие выводы, за уточнением своего гражданства, я обратился в ФМС. Почему туда? Потому что так называемые паспорта нам почему-то выдает Федеральная миграционная служба, видимо, и учитывая нас как мигрантов, под названием гражданин Российской Федерации. И выдавая нам при этом недействительные паспорта на основании самого же законодательства Российской Федерации, такие, как ГОСТ Р-51.511, это ГОСТ о печати, или требования к заполнению подобных документов, то есть по организационно-правовой форме документов. Даже самого закона о паспорте в Российской Федерации до сих пор еще нет. Вот мой запрос в ФМС, вот его содержательная часть, а вот ответ, который мне прислали из миграционной службы, где прямо сказали, что да, из гражданства СССР не выходил, процедуру принятия гражданства РФН не принимал. Соответственно, по законодательству Российской Федерации я не являюсь гражданином этой федерации. Оказывается, я как имел от рождения гражданство СССР, так и сохранил его до сих пор. И по законодательству СССР второго гражданства иметь невозможно. Вот на этих основаниях я и написал обращение в ЦИК. Есть и другие основания, но эти к избиркому РФВ имеют непосредственное, то есть прямое отношение. Получается, что юрисдикция РФ набирает свою легитимность, то есть получает общепризнанность, за счет собственноручной подписи человека, в реестре за бюллетень голосования, за счет тех людей, кто даже не является гражданином Российской Федерации, а просто искренне так думает, находясь в состоянии добросовестного заблуждения в силу различных обстоятельств. Вот текст моего обращения в ЦИК РФ, в котором я указал на невозможность моего участия в выборах по причине отсутствия у меня гражданства Российской Федерации. И потребовало от ЦИК РФ исключить меня из списков избирателей и полностью удалить мои персональные данные из всех баз данных ЦИК РФ. Если кто-то имеет такое же понимание и найдет возможным, тоже отправить с обращением. Под роликом будет ссылка на текст этого заявления. Очень прошу оказать содействие в распространении этого ролика. Может быть, кто-то найдет возможным даже разместить его у себя на канале. Надеюсь, это видео поможет людям разобраться в этой сложной ситуации и понять, что происходит в нашем с вами общем государстве. Всем всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok